Европейская турне президента Украины продолжилась в Великобритании. Зеленский добивается от союзников дополнительной военной помощи. Все урны для голосования вскрыты в Турции. Состоится второй тур президентских выборов. Экономика Евросоюза растет, а рецессии удалось избежать. К таким выводам пришли аналитики Еврокомиссии в весеннем экономическом прогнозе. Перемирие, достигнутое между Израилем и сектором газа, пока соблюдается, несмотря на воскресный инцидент, когда исламский джихад по ошибке выпустил ракету по Израилю. Великобритания поддержит усилия Украины по созданию коалиции истребителей перед объявленным контрнаступлением против российских сил. Об этом британский премьер Риши Сунак заявил после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, который добивается от союзников дополнительных военных обязательств. Великобритания с лета начнет обучать украинских пилотов пользоваться западными боевыми самолетами. В Кремле заявили, что негативно относятся к планам Великобритании. Лондон анонсировал также, что передаст Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов и боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров. В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный порог. Разрыв между конкурентами, действующим президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Калычдар-Оглу составляет 4,61%. Во втором туре решающими могут оказаться голоса избирателей, поддержавших двух других кандидатов Синана Агана и Мухаре Мэнджи. Калычдар-Оглу выразил уверенность, что выиграет выборы во втором туре. Электоральный процесс в Турции проходит на фоне растущей инфляции после двух разрушительных землетрясений. По итогам парламентских выборов республиканский альянс во главе с партией президента Эрдогана набрал свыше 49% голосов. Куда пропал Александр Лукашенко? По сообщению агентства Бельта, в понедельник он должен посетить центральный командный пункт ВВС и ПВО. До этого он не появлялся на публике с 9 мая, когда принял участие в военном параде в Москве по случаю Дня Победы. Эксперты говорят, что это первое за 29 лет столь долгое отсутствие белорусского президента в информационном пространстве. По мнению белорусской оппозиции в изгнании, у Лукашенко может быть инфекционно-аллергический миокардит. Симптомы заболевания включают одышку, недомогание, боли в сердце и в суставах. Европейская экономика остается устойчивой в непростом глобальном контексте, а опасения о рецессии развеяны, говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии. В Брюсселе уверены, в ближайшие два года экономика ЕС будет расти быстрее, чем ожидалось. В основном это связано со снижением цен на энергоносители и сильным рынком труда. Рост ВВП в еврозоне теперь ожидается на уровне 1,1% в этом году и 1,6% в следующем. Ожидается, что Ирландия продемонстрирует самый высокий рост среди 27 стран-членов блока. 5,5% в этом году и ровно 5% в следующем. При этом в Швеции и Эстонии ожидается сокращение ВВП на 0,5% и 0,4% соответственно. На фоне сохраняющегося базового ценового давления прогноз по инфляции в ЕС также был пересмотрен. Теперь экономисты ожидают 6,7% в 2023 и 3,1% в 2024. Прогноз для еврозоны немного ниже. Снижение цен на энергоносители в свою очередь уменьшает производственные затраты компаний, а обычные семьи видят, что их счета за электричество уменьшаются. Конечно, рост заработной платы в Европе все еще отстает от инфляции, но общая тенденция к росту позитивна, подчеркивают экономисты. Хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве Египта между Израилем и сектором газа, в субботу пока соблюдается, несмотря на воскресный инцидент. Исламский джихад выпустил в воскресенье вечером ракету по Израилю. Она упала на пустыре. В палестинской группировке заявили, что это была техническая ошибка, и заверили, что соблюдают режим прекращения огня. Израильская армия ответила артиллерийским обстрелом двух военных постов Хамас на севере сектора газа. За пять дней эскалации погибли 35 человек, в том числе один израильтянин. С палестинской стороны среди погибших дети. Израиль утверждает, что все здания, по которым был нанесен удар, использовались исламским джихадом в качестве командных центров. Правозащитники утверждают, что за пять дней противостояния разрушены 60 жилых домов. Без крова остались до 400 человек. После вступления в силу соглашения о прекращении огня, Израиль вновь открыл контрольно-пропускные пункты с палестинским анклавом. Грузовики с топливом въехали в воскресенье в газу, доставив солярку для городских электростанций. Жители израильского Ашкелона впервые за шесть дней смогли провести время на пляже. Расположенный на юго-западе страны, на побережье Средиземного моря, город регулярно становится мишенью ракетных обстрелов. Оппозиционные партии «Движение вперёд» и для тайцев побеждают, согласно предварительным результатам, на парламентских выборах в Таиланде. На основании обработки 99% бюллетеней в понедельник утром «Движение вперёд» получает 151 кресло в 500-местном парламенте. Для тайцев – 141 мандат. Партия «Народная государственная сила» с вице-премьером во главе заняла пятое место. У неё всего 36 кресел. Неприятие молодым поколениям консервативного правительства, сформированного в результате государственного переворота 2014 года, способствовало рекордной явке – 75,22%, подтвердила избирательная комиссия. Жители Бангладеш начали возвращаться в свои дома или в то, что от них осталось после мощного шторма МОКа. Ранее из-за приближения циклона из прибрежных районов страны и соседней Мьянмы были эвакуированы сотни тысяч людей. Бангладеш, вопреки первоначальным опасениям, ураган не нанёс серьёзного ущерба. Основной удар приняла на себя Мьянма. Там погибли по меньшей мере пять человек. Сотни пострадали. Но истинное воздействие шторма на одну из наименее развитых стран Азии пока не поддаётся оценке. По данным Метеорологического департамента Мьянмы, МОКа обрушился на берег недалеко от столицы штата Ракхань, Ситуэ. Порывы ветра там достигали 215 километров в час. Пожарные добровольцы уже расчищают заблокированные дороги. Работники гуманитарных организаций начали раздавать населению еду. МОКа обрушился на регион, где проживают сотни тысяч беженцев Рахинджа. В одном из лагерей циклон оставил после себя разрушенными около 300 домов. Власти Бангладеш запретили беженцам строить бетонные дома, опасаясь, что это может побудить их остаться здесь на постоянное место жительства, а не возвращаться в Мьянму, откуда они бежали пять лет назад после жестоких военных репрессий. Меньшее по сравнению с предыдущими годами среднее количество осадков зафиксировало в апреле метеорологическая станция на берегу озера Преспа, воды которого делят Северная Македония, Греция и Албания. Эта тенденция наблюдалась и в предыдущие месяцы. Неблагоприятные метеорологические условия, связанные с изменением климата и антропогенным фактором, поставили под угрозу выживание этого ландшафта, которому миллионы лет. Резкое снижение уровня воды в озере поставило под серьезную угрозу. Богатое биоразнообразие этого региона и его эндемичных видов птиц. Угроза не снижение уровня, но снижение уровня, по-разному, снижение уровня. Снижение уровня на уровне, угроза уменьшат их качества и они составляют существование. Так что они не легко находят средства для их существования, для споя, для братья, и они обманывают эту региону, эту месту. До того, как только лет назад, вода на лейке были на этой линии. Теперь эта линия почти 10 метров below. Это изображение о драматичном экологическом ситуации, which requires urgent measures to be taken by all three countries that share the waters of this beautiful lake. In Press Paris, for Euro News, Boryan Jovanovsky.